Кликаю. Ага, все пошло, да? Кликайте, кликайте. А ну, слава Богу, все пошло. А то мне будет записывать, поэтому вы такие вопросы задавайте с умом. Значит, смотрите, подробнее, в общем, запись пошла, все нормально. Теперь вот я хочу вам прямо лекцию поставить прямо, и будем так по ней и обсуждать. Хорошо? Для этого кликаю демонстрацию экрана. Сейчас я отберу вам. Там есть лекция и практическое занятие. Вот лекция давайте поставим. Ну, она под номером 5 у меня. Выделил ее. А, теперь совместно использовали. Сейчас вы ее должны увидеть тоже. Вот я вас вижу. Вас немного, кстати. Тем не менее. Так, значит. Но это пока у нас немного. Ага, хорошо, хорошо. Ну, давайте вот на следующей конференции вот делаем перекличку уже. Это же как идет одна пара у нас, тем не менее. Итак, смотрите. Ну, большой заголовок здесь идет. Все видят экран, да? Да. Да, да. Большой заголовок у нас идет. Управление качеством. И тема, давайте сегодня предлагаю обсудить, тема системы качества и стандарты. Ну, и первая подзаголовка. А, вот и рамочки. Рамочки, рамочки. Да, вспомнили, да? У вас были уже такие. Кстати, ваши фотки, не фотки, а вот эти изображения закрывают рамочку, частичную часть экрана, нет? Вот смотрите справа. А, там можно меньше сделать. Смотрите, там еще можно меньше сделать. Меньше сделать? Да, 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 да. Ваш лиц. То есть, наши лица можно меньше сделать. Выключить мой звук, остановить видео, переименовать, закрепить, отслеживать, скрыть свой вид, изменить изображение профиля, отслеживать видео, нет что-то как у меня, а, подожди, может здесь, наверное, упс, еще хуже, в смысле еще больше вы стали, если вот так, например. Вижу, Анна появляется или появилась, что-то так, а, вот, ну, можно свернуть, но тогда скрыть монитор, но это нам не надо скрыть, где же тогда это, ну, вот так, к сожалению, а если вот так просто будем делать, как же будем делать, ну, в общем, вот так, внизу видно чуть-чуть, да, я не вижу. Ну, лично мне, мне видно все здесь, вот. А, вот так, вот так, я думаю, вот правильно вы говорите, должно быть рассчитано, да, то есть вам видно все, да, вот это главное. Да, главное, чтобы было видно. Все, все отлично. Итак, подзаголовок «Всеобщий менеджмент качества», ну, ВМК сокращаем по-простому, это метод повышения качества всех процессов на организационном уровне, ну, в рамочку, помните, это наизусть полагается выучить. Просто ВМК, всеобщий менеджмент качества, это метод повышения качества всех процессов на организационном уровне. Вот, коротко и ясно. Ну, это пришло к нам, вот этот термин и понятие самой концепции, вот это, она пришла, ну, из Соединенных Штатов Америки, естественно, и это термин, фактически оригинальный термин, термин, вот, это Total Quality Management, сокращенно TQM, Total Quality Management, TQM. Ну, это появился в начале 1980-х годов под влиянием идей Деминга, Джурана и Фейгенбаума. Ну, со временем ВМК развился в широкий спектр понятий и практик, включающие многие методы по мобилизации всех подразделений и организаций вокруг единой цели, цели повышения качества. Ну, и вот компоненты. 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 Мы так долго сидеть не будем на этом ВМК. Вот главные компоненты здесь вот выделены кратенько. Значит, в частности, всеобщий менеджмент качества, вот для нас важно, включает следующие компоненты. Культура работы, ориентация на нужды потребителя, улучшение качества поставок, соединение системы качества с целями бизнеса. Если кратенько охарактеризовать, вот видите, бизнес подключен, это очень важно, чтобы был подключен бизнес к этой системе, к вашей, иначе без бизнеса все заглохнет. Обязательно надо, чтобы было связано с бизнесом, с целями бизнеса. Поставки. Вот очень много о поставках, как выбрать поставщика. Очень много об этом разговоров. Это тоже очень важно. Это от этого зависело качество. Ну, ориентация на нужды потребителя, конечно, иначе вы свою продукцию не продадите на рынке, да, и разоритесь, не дай бог. Значит, и вот вы знаете, вот в отечественной литературе, вот до сих пор ВМК, вот этот всеобщий менеджмент качества, он нам пришел из Запада, Соединенных Штатов Америки. И до сих пор, вот много же сайтов остались в интернете про ВМК, всеобщий менеджмент качества, и многие в учебниках прям до сих пор представляют этот всеобщий менеджмент качества, как какое-то новаторство, чуть ли не инновацию, вот последний крик там из Америки, вот чуть ли не так. На самом деле, нет, это уже, видите, год какой стоит. Это 1980 год, это же сколько уже прошло лет, уже сколько там, 20 и еще... Примерно, 40 лет. 40 лет назад этот метод появился. А до сих пор у нас его из интернета, люди же ищут информацию на интернете. Он нашел всеобщий менеджмент качества и пошли вот раскручивать, еще искать про него. А между тем, это уже был старый метод, и вот в американских учебиях там прям четко написано, что ВМК, вот этот всеобщий менеджмент качества, не принес заметного успеха. И даже вот причины, видите, вот в Америке у студента спрашивают, например, почему всеобщий менеджмент качества не принес заметного успеха? По каким причинам? Вот студент отвечает. Вот четыре главные причины, остановимся на них. Это очень важно. Почему вот этот всеобщий менеджмент качества, а в нем бум был, просто бум был. Сергей Александрович, можно вопрос? Да, пожалуйста. Вот эта презентация вашей, или вордовский файл вы потом скинете на почту? А уже же я скинул, вы же получили все ссылку на вот это, Яндекс.Диск. А, уже скинули, да? Просто еще не хотели. Вот я поэтому и хочу спросить, вы в Яндекс.Диск заходили, нашли вот это, там все можно найти, зайдите на этот Яндекс.Диск. Да-да, там все на сайте висит. Да, и там все лекции, все занятия, в общем, и еще там много-много файлов. Хорошо, спасибо. Значит, смотрите, вот главная причина, почему вот этот ВМК не принес заметного успеха, ну, четыре, они все главные. Первое. Не был в достаточной мере задействован топ-менеджмент. То есть, если вы самое высшее начальство не заинтересуете, не поставите в известность, не заинтересуете, все равно все заглохнет. Это просто понять, да? Обязательно надо все, что бы шло через топ-менеджмент, его надо заинтересовать, убедить, что это вот так. И задействовать топ-менеджмент, иначе все заглохнет это дело. Второе. Недостаточно использовали статистические методы. Ну, да, мы много про это говорим. И вот статистические методы – это основа, надо вести мониторинг, надо мониторить все процессы, обрабатывать вот эти статистические данные. Это очень важно. А то приходится на конференциях, значит, встречать такую ситуацию. Ну, у нас конференция в Москве. Вот докладчик там о качестве электрической энергии, например. Докладчик долго, убедительно говорит, показывает граффити, потом его спрашивает, а как вы используете статистические методы? Он говорит, нет, мы нашли их бесполезными, только время пустое тратит, то есть не понимают люди, зачем это все отслеживать. А это очень важно. И вот непонимание вот этого, что статистические методы важны, вот это была одна из причин того, что вот этот всеобщий менеджмент качества не принес заметного успеха. Ну вот, это я уже сталкиваюсь, я был на конференции, про которые я рассказывал, сколько это было, года три назад, это в Москве, в Московском анатургетическом институте по конкретнее. Третье. Почему не принес заметного успеха? Ставились размытые и неконкретные цели вместо одной главной цели – снижение вариативности. Но снижение вариативности – это основа качества. Вариативность – это значит разнообразие. Вот разнообразие для качества – это плохо, это важно понять. Почему? Ну, простой пример я привожу. В моих лекциях там поподробнее, если вы все найдете, посмотрите. Значит, ну, представьте такую ситуацию. Вот почему мы боремся с вариативностью? Борьба за повышение качества – это борьба против вариативности, то есть против разнообразия. Объясню, что имеется в виду. Представьте, вы пришли в магазин, купили коробку гвоздей. Приходите домой, открываете коробку, достаете гвоздики эти, смотрите, что-то гвоздики какие-то странные я купил. Один так чуть подлиннее, другой чуть покороче. Представьте такую ситуацию. Что вы подумаете? Какие-то гвозди неправильные, да? Хотя каждый из них… Ну да, странная история. Хотя каждый из гвоздей, он может быть очень иметь хорошее качество, там, по прочности, шляпки своей, достаточно остренькие там быть и так далее. Но длина разная какая-то, прям на глазок видно. Что вы скажете? Это плохое качество этим гвоздям. Не нужно нам это правильно. Поэтому, понимаете, вот вариативность, это вот разнообразие здесь не нужна для качества, понимаете? И вот, ну там, это в начале лекции, в начале курса об этом подробно говорится. И вот, значит, бороться за повышение качества – это бороться за снижение вариативности. Вспомните пример с гвоздями такой понятный. Вот. Вот это главная цель – снижение вариативности. А люди потом увлекались, ставили какие-то цели, организационные, еще какие-то, и не понимали, где главная цель. Ну вот так надо понимать третий пункт. Четвертый пункт – слишком широкое обучение персонала вместо узкотехнического образования. Ну вот так, ну, наверное, правильно. А то люди, знаете, знают все обо всем, а толком ничего не знают. Итак, давайте переходим дальше к следующему подзаголовочку. Международные системы качества и стандарты. Международные системы качества и стандарты. Ну, тоже, естественно, это все пришло к нам из-за границы. И вот аббревиатуру, наверное, вы встречали. ESO. И по-русски тоже так и пишется ESO. Сейчас увидите скоро. Значит, ESO. Это очень важная аббревиатура. Это сокращается вот следующая аббревиатура. International Organization for Standardization. Международная организация по стандартизации. Ну, такая организация очень важная. ESO сокращенно. Ну, почему там немножко буквами переставлены. Здесь International Organization for Standardization. Как казалось бы, IOS, а здесь ISO. Ну, потому что в те годы, когда возникла эта организация, была создана в 1946 году в Женеве. Вы понимаете, это же годы. В те годы вообще-то английский-то он так бы и не был таким важным, как сейчас. В то время вообще-то в основном люди учили немецкий, если говорить про Советский Союз. В те годы, да, после военные годы немецкий был главным языком в школах. Потом постепенно, в 50-е годы уже английский. Ну, английский, конечно, усиливался, понятно. А когда я, например, учился в школе, у нас класс разделяли строго на две половины. Одна половина английская, вторая немецкая. Вот такая была традиция. Но потом со временем, конечно, английский, как вы знаете, уже укреплялся, расширялся. А немецкий, наверное, уже в школе у вас и таких групп-то не было, да, уже немецкий. Сейчас у нас немецкий как-то, ну, не то, что не модный, но утратил по-прежнему его былое значение. Да сами немцы уже публикуют свои статьи все на английском языке и нисколько при этом не комплексуют. Мы тоже переходим на эти рельсы, так что английский язык учите. Вот. А здесь, конечно, это французский язык. Одно время были журналы, там принимали статьи и на английском, и на французском языке. Но сейчас отказались уже. Сейчас все принимают на английском языке. Ну, а по-французски там часто бывает, вот, переставляется прилагательное, существительное, значит, у нас, скажем, международная организация, стандартизация, а они скажут, они скажут, международная, ну, в общем, не будем останавливаться, это, в общем, пришло оттуда, из французского. А вы просто ESO, аббревиатура чего? International Organization for Standardization, международная организация по стандартизации. Так, ну, вот такая организация, с нее все и пошло, вот эти стандарты, о чем мы говорим сегодня, стандарты. Значит, вот они выпускали стандарты, сейчас познакомимся с ними поближе. Первые стандарты были выпущены, вот, в 1987 году, не в 1946, а уже в 1987 году, не так больше давно, да? Современные версии тех первых стандартов, вот, самых-самых, вот, из которых все пошло, первая версия, значит, значит, ну, вот, да, была выпущена в 1987 году. И вот, современные версии тех первых классических стандартов, это серия, вам, может, надо знать, вот, ESO-9000. Ну, по-русски тоже говорите ESO, я думаю. Некоторые ISO говорят, я думаю, ISO, 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 как-то так, и так, и так допускается. ESO-9000, вот так, или ISO-9000. Вот, современные версии стандартов, вот, имеют вот такую аббревиатуру. И вот вопрос там тоже, вот, представьте, вас спрашивают на зачете или экзамене, что такое ESO-9000? Вопрос на засыпку, да. Ну, здесь вот надо просто выучить наизусть. Это серия международных стандартов, описывающих требования в системе управления качеством для организаций и предприятий. Ну, вот так, это надо было выучить жирно, в рамочке. И важно вот тут понимать, что эти общие стандарты применимы к организации любого типа. Вот это очень важно. К организации любого типа. Хоть это банк. Хоть это какой-то промышленный гигант, как-то, например, Катапилар производит трактора, эскаваторы и так далее. Или это Сбербанк России. Все равно для любой организации, хоть сервисной, хоть индустриальной, вот эти общие принципы стандартизации работают, которые вот в этих изложены, вот в этих стандартах. Принципы контроля качества. Ну, более конкретно. Это серия стандартов. Обратите внимание, ESO-9000 – это серия международных стандартов. Значит, ну какие стандарты, входящие в эту серию? Там много стандартов. Очень много. Ну вот мы обсудим часть вот из них. Вот главные какие? Вот главных пять. По четыре из них. Значит, словарь терминов в системе менеджмента. Сейчас мы говорим стандарты по повышению качества. Вот ESO-9000. Словарь терминов в системе менеджмента. Свод принципов менеджмента качества. И текущая версия, текущая версия ESO-9000-2005 год. 2005. Значит, система менеджмента качества. Система управления качеством. Основные положения и словарь. Значит, второе. Свод требований к системам менеджмента качества. Текущая версия ESO-9001-2008 год. Свод требований к системам менеджмента качества. Система менеджмента качества требования. Так и называется. Третье. Руководство по менеджменту для достижения устойчивого успеха организации на основе менеджмента качества. Текущая версия ESO-9004-2009 год. И последнее. Четвертое. Руководство по аудиту систем менеджмента. И текущая версия у нас... И текущая версия у нас... Четвертое. Значит, ESO-90011-2011 год. Текущая версия. Руководство по аудиту систем менеджмента. Ну, давайте остановимся подробно на стандарте ESO-9001-2008. Этот стандарт состоит из восьми пунктов. Вот особенно для нас важные пункты с четвертого по восьмой. Ну, вы видите эти пункты. Давайте. Четвертый пункт. Вот какие пункты для нас важны из стандарта ESO-9001-2008. Четвертое. Системы управления качеством. Пятое. Обязательство руководства. Шестое. Управление ресурсами. Седьмое. Реализация товаров и услуг. Видите, здесь это применимо к организации любого типа. Как промышленная организация, как там промышленный гигант тяжелой индустрии, Катапиллор, производит эскаваторы, например. И услуг. Понимаете, это все вместе. Реализация товаров и услуг. Там принципы изложены общие для организации любого типа. Хоть это сервисная организация, хоть это промышленная организация, индустриальная. И восьмое. Измерение, анализ и совершенствование. Это все очень важно. Ну, по-подробному так это все в моих лекциях изложено. Значит, вот эти пункты 4 и 8, которые я зачитал, это наиболее важные. Их ключевые компоненты и требования приведены в приложение 1. Кстати, это приложение здесь есть или нет? Оно где-то? Или оно отдельно? Интересно тоже там посмотреть. Лучше один раз увидит, чем что раз услышит. Сейчас прокручиваю. Без приложения нет. Это отдельно. Я пошлю вам его. Я пошлю отдельно. Вот когда перерыв мы сделаем, я пошлю. Приложения у вас, по-моему, нет. Я пошлю вам его. Посмотрите хотя бы по-конкретнее. Там будет написано все. Так. Ну, вот это международная серия стандартов ESO 9000. Ну, в России, естественно, это все признается в России. Международная, это высокий уровень. Но есть российские версии вот этих международных стандартов. У этих международных стандартов есть российские версии. И вот это свои национальные системы стандартов у нас есть. Ну, главные какие-то качества, я уже говорю, российские системы стандартного качества, это соответствует ИСО 9001, вот о чем мы говорим, стандарты качества есть, соответствует соответствующим международным стандартам, ИСО 9001, есть стандарты окружающей среды, соответствует ИСО 14001, и национальная система информационной безопасности, соответствует ИСО, значит, 27001, ну, вот это главное, их много еще, российские стандарты по качеству, кто готовит, подготовлено открытым акционерным обществом Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации, вот этот институт, вниз, Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации, вниз, сокращенно, Значит, и стандарты, которые, вот, значит, разработаны, подготовлены вот этим институтом, они, значит, имеют такую аббревиатуру ГОСТ, ну, вы знаете ГОСТ, ГОСТ, Р, значит, Россия, ИСО, чтобы подчеркнуть, что это аналог международных стандартов ИСО, 9001, 2008 год, значит, вот это российские стандарты по качеству, значит, они называются вот так, аббревиатура ГОСТ, Р, ИСО, 9001, 2008, следующее, эти стандарты следующие у нас, ну, здесь два стандарта, две серии, ГОСТ, ИСО, 9000, 2011, это соответствует ИСО, 9000, 2005 год, и еще ГОСТ, ИСО, 9001, 2011 год, тоже соответствует ИСО, международному стандарту ИСО, 9001, 2008 год, эти стандарты утверждены в России в качестве национальных стандартов ГОСТ, Р, значит, государственный стандарт Российской Федерации, ну, вот это, то есть, вы видите, основа здесь какая, что эти международные стандарты, они как бы первичны, а наши российские версии стандартов, а это просто аналоги вот этих уже международных стандартов, сейчас же глобализация, все подстраивается под международные стандарты, вот это главное ИСО, 9000, 9001, следующий пункт рассмотрим, порядок сертификации по стандарту ИСО, как получить сертификацию по стандарту ИСО, ну, представьте, что у вас есть какая-то организация, любая, и вы хотите повысить качество товаров или услуг, неважно, вы должны обязательно получить сертификацию ИСО, иначе просто с вами не будут иметь дела и будут найти трудных клиентов, все будет трудно, это очень важно, если у вас есть какая-то организация, чтобы прошла сертификация по стандарту ИСО, поэтому надо вкратце представлять, что для этого надо сделать, что нужно сделать, чтобы получить сертификацию по стандарту ИСО, значит, надо найти, выбрать так называемого регистратора, сертификационное агентство, называется регистратор, сейчас я немножко поверну, вот так, у меня это плохо видно, так лучше? Подожди, думал в галстук? Да, так лучше, ух ты, у вас галстук, прекрасный, сейчас, подожди, а что она говорит, заканчивается время? Да, вот так уже заканчивается. Мы убрали ограничение в 40 минут, отлично. Да, наоборот написали, что оно не закончится. Да, ну есть, но время есть, у меня же прямо, вы не видите, у меня прямо на стене часы перед глазами. Но время есть у нас, у нас же еще будет встреча, у нас сегодня еще вот одна конференция будет, как бы вот эта пара продолжается через полчаса, как мы эту закончим, и вечером еще в 6 часов и ОПД, правильно я понимаю? Да, да, да. Ну что, и так, и порядок сертификации по стандарту ИСО. Итак, что нужно, чтобы ваша организация прошла сертификация по ИСО, выбрать регистратора, сертификационное агентство, и пройти у него сертификационный аудит, аудит сертификации системы качества, ну, проверка надзорная, все-все будут проверять, это дотошно. Главным образом они будут проверять документацию. Много-много бумаг, большая бумажная работа, но чуть попозже об этом я поподробнее скажу. Теперь, вот если мы с вами в России, кто у нас занимается сертификацией? Вот в России сертификацией занимаются аккредитованные в Росстандарте организации. То есть организация, вот если вот регистратор в России обязательно должен быть аккредитован в Росстандарте. Там какие-то звуки идут у вас, вот берите, пожалуйста. Так, выдаваемое имя сертификаты не являются международными. Вот это имейте в виду. Вот сертификация, если вы пройдете в Россию, то сертификация не будет международной ИСО. Это только будет признаваться, но только на территории Российской Федерации. Понимаете, вот это в Росстандарте. Не будет иметь статус международного, имейте в виду. Значит, эти сертификаты выдаются на соответствие ГОСТ и ИСО 9001-2011 год, межгосударственный стандарт системы менеджмента качества требования. И действует только на территории Российской Федерации. Значит, как и в России, так и в других странах прохождение аудита требует от организации огромного объема бумажной работы, денежных и временных затрат. Да, это верно. Это и командировки, и огромная работа по подготовке кучи бумаг, приведение их соответствия с какими-то там принятыми стандартами и так далее. После того, как компания, организация сертифицирована, казалось бы, радоваться и радоваться, не тот-то было, ей еще будет необходимо периодически проходить надзорные аудиты, то есть опять проверки, опять все то же самое, у регистратора. Обычно раз в год или по полгода. То есть это головная боль, но всерьез и надолго. Вот эти проходить, получить вот эту сертификацию по ИСО, потом проходить периодически надзорный аудит, это все время вот эта огромная суета, работа, командировки, огромные денежные, временные затраты. И многие компании в мире требуют от своих поставщиков сертификации по ИСО 9000. То есть если вы выбираете поставщика, вы помните, выбор поставщика в теории качества – это целая тема. Значит, вы, конечно, поинтересуетесь, у этого поставщика есть он у него сертификация по ИСО 9000 или нет? Если нет, то вроде как он уже ущербный, может не надо его брать в качестве поставщика, с ним договор заключать. Так что, видите, трудно, но вроде надо. Вроде как это неполноценная компания, если у вас нет сертификата по ИСО. Значит, ну вы знаете, вот эти, если с критической точки зрения, то вот эти ИСО 9000 и производные стандарты уделяют внимание в основном официальной документации системы к качеству. Куча-куча там вот этих бумаг. В результате компании необходимо проделать огромную работу по гарантиям качества. Работа сводится к приведению документации в соответствии с требованиями стандартов. Ну да, это Ахиллесова пита ИСО 9000 и других подобных стандартов. Но слишком много сил и времени уходит на документацию, на бумажную работу, делопроизводство, бухгалтерию. И что далеко не достаточно для уменьшения вариативности, о чем мы говорили. Чтобы повысить качество, надо уменьшить вариативность. А когда все погружаются в работу с документами, в приведение их соответствия с вот этими стандартами, вот этими, это все отнимает времени, и уже люди забывают главную цель повышения качества. А главная цель, когда вы хотите повысить качество, это надо уменьшать вариативность, об этом совершенно забывают, когда уже уходят просто с головой в эту документацию. Они уже не видят главной цели. И так уже вы чувствуете, что критическое отношение, я вам так и говорю, что в американских учебниках отношение очень критическое к сертификации по ИСО. И к этому сейчас переходим. Значит, знаете, прямо вот так и ясно и сказано. Вот в наши дни, может, это печально, но истина состоит в том, что многие из вот этих сторонних регистраторов, аудиторов и консультантов, практикующие в этой сфере, недостаточно образованы и не понимают технического инструментария для повышения качества. И как этот инструментарий использовать? Они часто не знакомы с современными инженерными и статистическими практиками. А это основа. Знают лишь только самые элементарные методы. Как следствие, они в значительной мере фокусируются на документации и ведении учета. И вот это в рамочку очень важный вывод. Вы вряд ли найдете в наших учебниках, потому что там ИСО написано вообще как что-то выше всего. Вот для чиновников это очень важно. Вот эти вот сертификаты, стандарты проверяют в соответствии или не в соответствии, и уходят все время, весь порох уходит вот в эти проверки. И вот в рамочке очень важный вывод. Так и пишут, открыто говорят ученые во всем мире. «Сертификации по ИСО недостаточно для преодоления низкого качества продукции от стадии разработки и производства до поставки заказчику». То есть сертификации по ИСО на самом деле недостаточно. Этого важно понимать. То есть если вы заключаете контракт с поставщиком, вы проверили, у него есть сертификации по ИСО, но это совершенно не гарантирует, что поставщик реально будет хороший. Вот это очень важно. Здесь предлагается проблемное обсуждение. У нас есть время немножко, да? Сейчас у нас во сколько? Примерно в три часа мы закончим, пять минут через восемь-девять. И потом по полчаса перерыв, вы подготовите вопросы из практического занятия. Дело в том, что пара будет у нас после вас. Нет, вы же не понимаете. Вот сейчас мы перерыв прямо сейчас сделаем. Вот давайте время, обсудим временные. Я понимаю, что пара будет. Все я понял. Все я понял. Все это мы укладываем. Я же прекрасно понимаю, что у вас еще. Да, да, да. Значит, гарантирует ли сертификации по ИСО высокое качество продукции? И предлагается такой классический пример, но я взял тоже из американского учебника. Вот такая история, следующий факт, и сделайте вывод, предлагается. Но это дело было в 1999-2000-х годах. Тогда, если вы посмотрите литературу, вернее, там новости те старые, было очень много аварий с опрокидыванием автомобилей Ford Explorer. Такие автомобили, вот они часто едут, едут автомобили, разгонятся и опрокидываются. Почему? Шины взрывались прямо. Бух! И взрывается шина, и, значит, автомобиль переворачивается. И вы знаете, вот только, где там у меня данные, почти что 300 тысяч смертей в результате этих аварий с переворачиванием вот этих автомобилей Ford Explorer, только в Соединенных Штатах Америки 300 тысяч смертей. И вот огромные партии вот этих шин, произведенных, они, кстати, шины, произведены в основном на заводе Bridgestone и Firestone. И город Дикейтер. В городе Дикейтер, штат Иллинойс, в Соединенных Штатах, значит, шины оказались дефектными. Взрывались на большой, ну, достаточно бы большой скоростью, бух, происходит взрыв, и автомобиль переворачивается. 300 тысяч смертей только в Соединенных Штатах Америки. Вот в те два года это было. Значит, и смешно, ну, если можно говорить здесь это слово, ничего смешного, конечно, нет, но, тем не менее, юмор, мы же сейчас, у нас же шутим про коронавирус, хотя, на самом деле, трагическая ситуация. Но шутки, тем не менее. Ужасная ситуация, ну да. Да, ну, тем не менее, мы же люди. Так куда без юмора-то? Да, без юмора нельзя. И вот здесь тоже юмор, я вам скажу. Вы знаете, вот, смотрите, вот название «Эксплорер». «Форд Эксплорер». Что такое «Эксплорер»? «Эксплорер» – это значит «исследователь», который изучает. Кто-то, тот, кто что-то изучает. «Эксплорер». «Эксплор» – изучатель. А они переделали одну буквку, да? Не «Эксплорер», а «Эксплоудер». А «Эксплоудер» – это взрыватель, да? «Эксплоуд» – взрываться. Такая шутка, вот, там взрывались шины, назывались машины «Форд Эксплорер». Поэтому они переделали, говорили «Форд Эксплоудер». Так шина взрывается. Мы «Бриджстон» больше не покупаем. А это все уже, сейчас же уже можно, они уже все. Огромные партии были отозваны вот этих шин с рынка, огромные партии, значит, были отозваны. Где-то там у меня данные есть, если вы найдете. Сейчас все, они большую работу провели уже, уже сейчас можно покупать. Это сейчас уважаемые такие заводы, вот эти компании. И что интересно, из-за чего я это все говорю, вот, значит, в журнале «Тайм» вышла статья, и там была фотография плаката на проходной завода, вот, «Дикейтера», вот этого завода. На плакате гордо гласило, что завод прошел сертификацию по ИСО 14001. Но этот стандарт, это экологический стандарт, 14001. То есть, там у Гордона написано, наш завод прошел, наш завод прошел аккредитацию по ИСО. И потом вышла вот такая у них трагедия, видите. Огромные потери были для этой компании, для этой, огромные финансовые потери, и тоже репутационные потери, понятно. Вот кто-то из вас сказал, не буду покупать брить, что... Но сейчас можно уже, там же была бы уже, большую работу провели уже, даже сейчас надежнее, потому что, знаете, за одного битого, двух небитых дадут. Правильно я говорю? Вот так. Значит, да, у них были проблемы с качеством. Ну, и, в мире сказано очевидно, одна лишь сертификация по ИСО еще не гарантирует высокое качество продукции. И еще в рамочке я даже взял. Полагаться на сертификацию по ИСО это стратегическая ошибка менеджмента. Ну, еще что можно сказать? Вот как раз я и закончу сейчас уже. И список для трагедии. Отлично. У меня вопрос. У меня вопрос. А тогда зачем вообще нужна она, если мы не полагаемся на... А это система сложилась, понимаете. Это сложилась система, которая уже не перешибешь. Огромная махина, огромная машина. Уже, как вам сказать? Уже, ну, как... Выбираете поставщика, спросят, ну, как у него насчет ИСО? Есть там сертификаторы? Если нет, то вроде он уже нехороший поставщик. А если... Ну, это так надо, я думаю, вот так надо. То есть, мы живем в таких условиях, где как бы не только здравый смысл определяет правила игры. Есть еще другие моменты, да. То есть, вы спрашиваете, ИСО есть, ну, прекрасно. Но этого недостаточно. Надо еще все равно смотреть. То есть, проблема поставщика была бы... Это большая проблема. Как выбрать правильно поставщика? Это большая проблема. Особенно в теории качества. Это целая тема, я вам говорил. Как выбрать поставщика? Ну, вот, ЕБУ, было бы прекрасно и просто. Просто проверили. Покажите сертификат на ИСО. Есть? Молодец, хороший поставщик. Заключаю с вами контракт. Нет, до свидания. Было бы просто. Нет, не так просто. Не так просто все. Все сложно. Значит, смотрите еще вот. Да, и здесь вот... Вот это все важно понять. Сертифицирование по ИСО – это бизнес, приносящий примерно 40 миллиардов долларов в год по всему миру. Понимаете? Это большие деньги-то там завязаны. И больше... И там многие люди этим занимаются. Уже такие, да, прослойки, можно сказать, общества. Вот эти всякие регистраторы, аудиторы, консультанты. Их много-много. И это огромный бизнес. 40 тысяч миллиардов долларов в сумме по всему миру. Большая часть этих денег поступает регистраторам, аудиторам и консультантам. А потом еще эта сумма не включает. Это только что поступает им. А еще о внутренние расходы организаций, в которых подготовка для получения регистрации, тысячи часов проектирования и работы менеджмента, командировки, внутреннее обучение и внутренний аудит. Они же тоже все это проводят организации перед тем, как пройти вот эту внешнюю проверку, вот этот аудит. И неизвестно, поступает ли сколько-нибудь значительной части этой суммы на счета зарегистрированных организаций. Наконец, нет никаких гарантий того, что сертификация реально влияет на качество. Вспомните историю с авариями из-за шин Бриджстоун, Файерстоун. Да, сегодня многие авторитетные органы по качеству так и говорят, что сертификация по ИСО является пустой тратой сил и средств. Но поскольку махина такая, ты не остановишь ее одним указом. Нет же такого президента мира, который просто сказал остановить это безобразие и все. Но какие-то плюсы, наверное, тоже есть. Вы уж не подумайте, что я критикую так. Но так все критикуют, я же не сам придумал. Авторитетные органы. Так и написано в американских учебниках. Вот самых новых учебников, я говорю. Вот эта книга один, там ссылка, кстати, на американские учебники. Книга Монтгомери. Автор Монтгомери. Для организации лучше просто потратить, вот сказать ИСО нет и потратить хотя бы небольшую часть из упомянутых 40 миллиардов долларов на усовершенствование своих собственных систем качества. И большую часть потратить на осмысленную работу по снижению вариативности и на развитие своих собственных внутренних стандартов. Меня хорошо слышно, да? И видно, все нормально? Да, да, да. Замечательно слышно, да? Книжка Монтгомери вот эта. Ну что, ребята, уже пора заканчивать. А, кстати, а где запись там останавливается? Блин, жалко, жалко, что заканчивается. Это запись там. Запись, по-моему, слушайте, а я не знаю, где. Я ее включил. Да, это вы завершите. Потом надо будет преобразовать. Сохранится она, наверное, да. Все будет замечательно, да. Значит, что, делаем перерывы и в следующая встреча. Да, да. Давайте по подсчете сейчас вам скажу. Опять выходим на связь и уже так далее перекличку сделают. Потому что это считается как одна пара. Выходим на связь. Хорошо, Сергей Александрович. Сейчас, подожди, не спешите. Я же не сказал, во сколько выходим. А, ладно, сейчас, все. Где моя вот эта кедрадочка? Вот. Выходим на связь в 15.30. То есть через полчаса. Угу. И там другая уже, другая ссылочка, по ней пройдете. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Хорошо, Сергей Александрович. Закончился. До встречи. До 15.30. До встречи. Спасибо вам. До свидания, до свидания. Спасибо. Ага, спасибо. Пожалуйста. Так, теперь как отсюда выйти? Под демонстрацией. Завершить конференцию. Так. Завершить конференцию для всех. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.